Добрый день, с вами Евгений Божьев. Сегодня мы поговорим по поводу остеохондроза. Даже язык не поворачивается называть это заболеванием, потому что на самом деле остеохондроз это не болезнь. Остеохондроз это нарушение питания позвоночника, а точнее даже не всего позвоночника, а межпозвонковых дисков. Потому что, как мы уже говорили, межпозвонковые диски имеют особенность своего питания. Особенность какая? В них нет собственных кровеносных сосудов. Они питаются как губка. То есть при сжатии они все из себя дают, при растяжении они все впитывают. То есть чтобы диск питался, должны быть движения между позвонками. А остеохондроз это как раз состояние, которое не кормленного позвоночника. То есть когда перестают позвонки друг относительно друга двигаться, или во всяком случае уменьшается амплитуда и количество этих движений, нарушается питание диска, перестает питаться. И развиваются те проблемы, вторичные изменения, которые называются остеохондроз. То есть остеохондроз это отсутствие питания межпозвонковых дисков. Это не болезнь. Можно ли назвать человека, которого 3 года не кормили, например, больным? Нет, он не больной. Почему это важно? Потому что если человек больной, значит его надо лечить. А здесь человека достаточно просто накормить. И он станет нормальным, полноценным человеком. То же самое и остеохондроз. Этот позвоночник, которым развивается остеохондроз, это просто некормленный позвоночник. То есть нужно просто накормить его. И тогда вот эти все вторичные изменения, которые называются словом остеохондроз, исчезнут сами. То есть организм, как человек, которого кормят, начинает поправляться. Вот точно так же начнет восстанавливаться и позвоночник. Почему это важно? Потому что, к сожалению, наша медицина очень любит все болезненные проявления, которые у человека возникают в спине, относить к остеохондрозу. Так вот, я вам сразу заговорю. Никакого, вообще никакого проявления остеохондроз не дает. Вы его никак не чувствуете. Кроме того, что следствием остеохондроза, опять не следствием, остеохондроз является следствием зажатых мышц, которые ограничивают движение в позвоночнике. И он же, этот же остеохондроз, является следствием вот этого зажатого положения мышц. Соответственно, и ограничение движения, и боли, это тоже следствие вот этих зажатых, перенапряженных мышц, как и остеохондроз. То есть не остеохондроз вызывает ограничение движений, не остеохондроз вызывает боль. А все это вместе с остеохондрозом является следствием мышечного напряжения. Это надо понимать. Почему? Потому что если вы думаете, что вот эти все проблемы связаны у вас с остеохондрозом, именно он вам мешает жить, именно он, эта болезнь, которая развивается, которая ограничивает ваши движения, развивает боль, дает вам и мешает вам жить, то тогда эту болезнь надо лечить. На самом деле нужно просто-напросто начать восстанавливать свои движения в позвоночнике, то есть убрать вот эти вот забитые мышцы, нужно просто их расслабить. Поэтому когда вы идете в тренажерный зал и даете нагрузку при каких-то проблемах в позвоночнике, сначала будет улучшение за счет того, что мышцы начинают работать. Но как только вы перестанете, будет 10 раз хуже. Почему? Потому что нужно не напрягать мышцы, не укреплять их, а наоборот нужно их расслабить. Потому что ограничивают движения не слабые мышцы, ограничивают движения те мышцы, которые перегружены. Именно за счет вот этих перенапряженных мышц ограничивается объем движения между позвонками. Именно они не дают двигаться, именно они вызывают боль в пояснице и в других отделах спины. Никакого отношения все это к остеохондрозу не имеет. Поэтому давайте сразу просто как бы котлеты отдельно, мухи отдельно. Поэтому это очень важно знать и понимать. Поэтому сейчас это как бы чисто теоретическое. Соответственно, чтобы восстановить движение, нужно просто-напросто двигаться. Вот то, что хотел нам сказать по поводу остеохондроза. Главное, вы поняли, это не болезнь. Это не горбленый позвоночник. Всего вам доброго.